Ла-ли-ла-ли-ла-ла, ла-ли-ла-ли-ла-ла Здравствуйте, дорогие подписчики канала Гармония на Неве. Сегодня мы расскажем вам о самом южном городе в России. Это Дербент в Дагестане, находящийся всего в нескольких десятках километров от границы с Азербайджаном. От столицы Дагестана Махачкалы до Дербента ехать примерно 130 километров на юг. Существует масса теорий о его происхождении. Кто-то думает, что началом существования города нужно считать появление первых поселений на этом месте. Если отталкиваться от этой точки зрения, то Дербенту уже около 5000 лет. Однако есть и люди, которые считают, что город основали значительно позже, когда стали появляться первые упоминания о нем у греческих историков. В этом случае Дербенту примерно 2000 лет. С персидского языка название города можно перевести как «Закрытые ворота». А главной достопримечательностью города считается цитадель Нарын-Кала, название которой можно перевести с одного из древних иранских языков как «Солнечная крепость». Цитадель строили несколько столетий, доводя до совершенства ее оборонительный потенциал. Первое укрепленное сооружение появилось еще в VI веке, а затем обрастало различными пристройками. Крепость изначально возводили по приказу персидского правителя Холосрова I Ануширвана. Толщина крепостных стен в некоторых местах составляет 3 метра. Крепость возвели в самом стратегически важном месте так называемых Каспийских ворот. Атаковать ее со стороны гор было крайне проблематично, поскольку нападающие находились на склоне холма как на ладони и были прекрасно видны защитникам крепости. После падения государства Сассанидов крепость вошла в состав арабского халифата. Именно в этот момент в Дагестане начал активно распространяться ислам. Начиная с XI века город Дербент вместе с цитаделью Нарынкала постоянно переходил из рук в руки. Его захватывали и тюрки-сельджуки, бывал здесь и знаменитый Тамерлан, он же Тимур. В конечном итоге цитадель перешла в руки персидских шахов из династии сифивидов. Во время Каспийского похода Нарынкала отобрал у Персии первый российский император Петр I. Однако по Режскому договору 1732 года и Гянджинскому трактату 1735 года Россия возрастила эти земли к Персии. На первую половину XVIII века приходится самый героический период истории народов Дагестана. Правитель Персии Надир Шах в начале 40-х годов попытался полностью подчинить себе горцев, однако эти ребята оказались ему не по зубам. В итоге Шах позорно бежал через Нарынкалу, и если вы будете в крепости, то обязательно спросите у местных жителей об этом. Они все вам расскажут и даже покажут, через какие ворота и как он покинул цитадель. Во время русско-персидской войны 1796 года русские войска взяли крепость повторно. Помимо крепостных стен в Нарынкале еще много на что можно посмотреть. Это и древние турецкие бани, и зиндан, то есть тюрьма, и помещения для хранения воды. Здесь вы сможете лично отчеканить себе на память монету, купить массу сувениров и поносить национальный костюм. Сейчас крепость находится в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО.